Нажимай! Почувствовать себя пожарным мог каждый. Зрители областного этапа КВН на противопожарную тематику, который прошел в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик», узнали, как устроены пожарные машины. С помощью огнетушителей поиграли в крестики-нолики, учились надевать спецодежду пожарных и оказывать первую помощь, ознакомились с аварийно-спасательным оборудованием. Нам еще рассказывают, как оказывать первую помощь, как узнавать, что человеку плохо. Нам рассказывают очень много интересного. Мы знакомимся с пожарными. О пожарной с удовольствием знакомились с детьми и делились интересными фактами. Это мечта твоей! Да! От этой мотопомки можно подать одну рукавную линию магистральную, и подать детям к словам. Мы совместно с Российской добровольной пожарной охраной, это ВДПО по Московской области, разрабатываем ежегодное положение, придумываем различные конкурсы. В этом году мы придумали в первый раз конкурс среди среднепрофессиональных учреждений Московской области КВН. Для участия в КВН приехали команды из четырех округов Московской области, ставшие победителями на муниципальном этапе конкурса. Основная задача участников в шуточной форме – рассказать о требованиях пожарной безопасности. Такие мероприятия в основном мы расхваты проводим с детьми на территории нашего городского округа, нами с сотрудниками отдела, совместно с администрацией, также организованная работа среди школьников, детских садов. Мы стараемся ежемесячно выходить, показывать фильмы, через игровые программы доносить детям требования пожарной безопасности, потому что огонь легче предупредить, чем потушить. Поэтому пропаганда пожарного дела у нас на первом месте. И брали тел, который день я не заметил. На своем расследовании на встрече только ветер. Мы светят область и пожар, и все знают, что не светит. Ну а поскольку КВН соревнование творческое, ребята на сцене не только шутили, но и пели, танцевали, что и предусматривалось на четырех этапах юмористического состязания. Это приветствие, разминка, музыкальный конкурс и домашнее задание. Победителем стала команда «Гаси туши» из Богородского городского округа. Анна Наприенко, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.